Субтитры делал DimaTorzok И все куклы вот такого вот плана, они у меня являются такими духами лесов, природы, мхов, они как бы вышли, они как, скорее, как образы чего-то и каких-то природных элементов. Я работы часто делаю в паре. Элемент мужчины и женщины, можно сказать. И вот эти две работы, они вместе идут. Сама художника своих сказочных, человекоподобных героев не любит называть куклами. По словам Анастасии, это скорее скульптурные миниатюры, сделанные из специальной пасты для моделирования, не требующей обжига. Я использую, это текстиль, марля. И я крашу все сама, такие вот тона серые. Это духи лесов. Они у меня вдвоем. У него есть такой друг, маленький друг. Они дружат. Конечно же, больше всего людей впечатляет их взгляд. Я использую стеклянные шарики такие, и у них тоже хороший глубокий взгляд. Поэтому они такие достаточно живые у меня. Образы кукол рождаются в подсознании художницы. Вдохновение в людях, в природе, в различных ситуациях. Каждому персонажу, созданному Настей, присуще свое особенное настроение. Я бы сказала, что в них есть меланхолия. Они грустные, но в то же время у них есть такая вот какая-то мудрая грусть. Скорее, это спокойствие, такая вот духотворенность, такой мир и тишина. С творчеством Анастасии Дубовской можно познакомиться поближе в многочисленных рижских галереях, а также на персональных выставках художницы.